Меня зовут Анна Шаповалова и это моя семья. Начнем от старшей, Ксении, Надежды, Андрей и Алиса. Детский гамм, смех и шум для семьи Шаповаловых норма. Более того, говорят родители четверых детей, без этого они свою жизнь уже и не представляют. Анна и Андрей с момента знакомства мечтали о большой семье. Когда мы познакомились с мужем, у меня был пример, у моей знакомой была семья из 11 детей. И меня это так вдохновило, я говорю, я тоже хочу 11. Поэтому, наверное, где-то это было уже, в подкорке заложено, что будет много детей. Старшей девочке 9 лет, самой младшей 4. Дети практически по годке, но родители успевают и работать у каждого свое дело, и детей всесторонне развивать. Модельное агентство, художественная школа, футбол, вокал. В общей сложности три дочери и сын посещают с десяток кружков. Эффективно распределять время между работой и семейными обязанностями, говорит глава семейства, позволяет четкий тайм-менеджмент. Ежедневно супруги планируют следующий день. С вечера берем, все прописываем, потому что куча тренировок. Прям по часам расписываю, где моя работа, куда я еду, по своим делам, потом забирать детей со школы на все тренировки. При этом семья Шаповаловых в полном составе. Участвует в разных творческих проектах, регулярно ходит в кино, организует выездные дни рождения и ежегодно путешествует. На вопрос, было ли когда-нибудь страшно, что не смогут финансово потянуть большую семью, отвечают философски. Мне кажется, наоборот, чем больше детей, больше ответственности на себя берешь, тем больше Всевышний дает тебе для того, чтобы это все произошло. Чтобы и обеспечить смог, и терпение дает, и силы. Супруги признают, что ощущают поддержку и от государства. К примеру, на каждого ребенка Шаповаловы ежемесячно получают единое пособие. Каждый год перед учебным годом им перечисляют средства на закупку школьных принадлежностей. А два года назад, благодаря соцконтракту, Анна смогла приобрести оборудование и открыть собственную студию лазерной эпиляции. Большая помощь, и действительно, кто, например, хочет еще рожать, и даже вот, который материнский капитал, мы тоже им пользуемся, когда родили второго ребенка, то есть он нам очень помог именно купить квартиру. Большая семья – это не страшно, убеждены Шаповаловы. Наоборот, говорят супруги, только в такой можно по-настоящему выстроить гармоничные отношения, где нет места эгоизму, но много любви и заботы. Елена Макаренко, Алексей Фризин. День с толком.